Удача всегда заслуга артели. Провал – вина только председателя. Из Хабаровска летим на Ан-2 к хребту Джук-Джур. Зрелище плывущих под крылом ландшафтов даже из самых заносчивых может выбить спесь. Мысль только о том, как сюда забрасываться. Ума не приложу, как в середине XVII века по Преамурским лесам и волокам через горы здесь пробиралась дружина Ерофея Хабарова. Я к нему, как и к стенке Разину, например, отношусь без особого почитания. Разбой он во все времена. Разбой. Но не теряя чувства юмора, можно вспомнить повторяющуюся три века типичную российскую ситуацию. Ерофей Павлович не понравился высокому московскому чиновнику Зиновьеву, командированному для приведения в порядок дел на Амуре, землепроходца, открывшего для Отечества огромное богатство. По чиновничьему распоряжению доставили в Москву, обвинили в присвоении государевой казны, свинца, пороха. Учинили долгое следствие. Дело прекратили, говоря по-нашему. За отсутствием состава преступления царь повинился и пожаловал казака в сыновья боярские. Недалекие чиновники оказались у нас живучи. Но где брать каждый раз умных царей? Приземляемся у поселка Аян. После короткого ожидания пересаживаемся на вертолет и минут 20 летим в облаках. Нас четверых высаживают на снежной поляне. Вершины Джук-Джура ослепительно светятся, обещая безветренную погоду. Но в этих местах никогда заранее не знаешь, что стихия выкинет 10 минут спустя. Вертолет за нами вернется дня через 4. Если ветер с моря нагонит тучи, погода на пару недель станет нелетной. Я слегка поежился и отогнал невеселые мысли, если имеют странное свойство. Они имеют свойство сбываться, когда постоянно думаешь о неприятностях. Бухта-Лантарь пахнет выброшенным на берег мерзлыми водорослями. На море легкая серая зыбь. Лет 20 назад охотник Эвенг, с котомкой за плечами, поднявшись на высокую гору, мог далеко-далеко в море увидеть дымок. Это мог быть Феликс Держинский, шедший из Ванина в Магадан. Но будь охотник даже шаманом, наделенным сверхъестественными способностями, никакой фантазии не хватило бы ему представить мокрую палубу с автоматчиками и собаками, задрайенный брезентом в три слоя и закрытый лючинами трюм, где на нарах теснется, прижимаясь друг к другу, заключенная, гадая, что каждого ждет. Жизнь как будто специально возвращала в места, мимо которые когда-то меня протащили, не давая их разглядеть. Неужели прошло 20 лет? Мы быстро провели опробование в нескольких местах, наши прогнозы подтвердились. Было понятно, что золото здесь есть, определились, где будет поселок. Неделю спустя вертолет вернул нас в Айян, оттуда мы возвратились с самолетом в Хабаровск и теперь могли разговаривать в примор золоте, полностью представляя ситуацию. «А сколько золота вы полагаете взять за сезон?» – спрашивали нас. «Я хотел было сказать килограмм восемьсот, но сообразил, что эта цифра сильно задела бы руководство комбината, который столько едва добывал всеми силами предприятиями своими и артелями, и мы в глазах старожилов выглядели бы, как это уже случалось, явными авантюристами. «Если забросим всю технику килограммов пятьсот», – сказал я, сильно преуменьшив действительные возможности, но даже эта цифра вызвала у собеседников снисходительную улыбку. «Мы были первым производственным коллективом, решившим добывать золото не на материковом предгорье Джук-Джурского хребта, а по другую сторону перевала, на узкой полосе у моря, и сразу полтоны. Я уже привык замечать на лицах людей, слушающих нас в первый раз, снисходительное высокомерие. Наверное, только молва об артели, пришедшая с Колымы и Алдана, а больше того рекомендация главзолота, вынуждали хабаровчан деликатно ограничиться сомнениями». У поселков на Охотском побережье экзотическое название, гармонирующее с впечатлением, которое те производят. Я много раз пытался выяснить, что означает слово «Аян». Мне говорили, что название поселка происходит от якутского «Яма». Это похоже на правду. В поселке только раз в 30 в году выглядывает солнце. Тем не менее, когда я спрашивал наших механиков, горняков, рабочих, как они устроились, мне отвечали, смеясь, «Хорошо, как никогда». И добавляли, что у аянских женщин кое-чему могли бы поучиться – парижанки. В этом смысле «Аян» напоминал Петропавловск на Камчатке. Сюда еще до войны высылали веселых девочек со всего Союза. Можно представить, что там творилось в годы войны, когда в порт приходили пароходы, совершавшие регулярные рейсы между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Самыми бойкими местами города были клуб моряков и сопка любви. Помню, однажды мы стояли на Петропавловском рейде и на моторном боте подошли к берегу. Другой бот отходил от берега к судну. На наш вопрос «Что нового?» нам отвечали «Грехи» и уже серьезно добавляли «Дерутся без ножей, трипер за три дня лечат». Шутили, что если в дверь к девочкам кто-то стучал рукой, таким не открывали. Раз руки свободны, значит, без подарка. По-другому решалась женская проблема на Колыме. В лагерь на Челбанье, где далеко за две тысячи народу, заключенный шофер Иван Приступа на водовозке ЗИС-5 однажды тайно завез женщину. Она не выходила из зоны больше двух суток. Думаю, она и не спала. Вытащить ее из бараков было невозможно. Заключенные не дали бы это сделать, да она и сама не стремилась. Начальница санчасти бегала около вахты и кричала. «Вы представляете, вдруг она сифилистная?» На третьи сутки, выйдя из зоны, женщина ругалась с командиром дивизиона и надзирателями. Я на нее посмотрел. Маленькая, щупленькая. Сейчас, через много лет, когда на телеэкранах мелькают красотки, претендующие на звание секс-символа, Я вспоминаю ту, щупленькую, и думаю о том, что на ее фоне все эти звезды померкли бы. В поселках Охотского побережья двери не закрывают на замки и запоры. По этой причине у нас в Аяне произошел забавный случай. Как-то Костя Семенов, будучи на веселе, пригласил друзей в гости к своей подружке. Подойдя к квартире, открыл дверь, все вошли. Началось шумное застолье. В разгар его Костя огляделся и говорит. «Ребята, а это, кажется, не моя квартира. Квартира действительно оказалась чужой. Еще один поселок Чумикан, один из тех, про которые говорят, забытый Богом. Небольшой аэропорт для самолетов Ан-2 и вертолетов. Местные жители в большинстве – рыбаки, рабочие геологических партий. Те и другие – вечно пьяные. Чумикан возьмем, Москва сама сдастся. Охотское побережье – одно из самых трудных и далеких мест, где ведутся горные работы. Зимник через Джугжурский перевал. Суворовским Альпом ловить нечего. До нас с техникой никто там не проходил. В зиму 70-71 годов артель Востока развернула заброску техники, запасных частей, горюче-смазочных материалов по зимникам, иногда по воздуху. А в весеннее время накопленные в Хабаровские грузы сплавляли на плашкоутах по Амуру до Николаевска на Амуре. Оттуда мимо Шантарских островов в нашей главной базе в бухте Лантарь. Здесь, в предгорьях Джугжура, в первый же сезон мы вышли на добычу тонны золота, а потом пять лет подряд добывали по полторы тонны. Тому, кто работал в восточных районах, не надо объяснять, сколь многим мы все обязаны летчикам. Не авиации как транспортному средству, а именно летным экипажам. Пилоты здесь особая категория людей. Почти каждый день в воздухе перелеты в сложнейших условиях в постоянном напряжении. Был случай, когда к месту наших работ прилетел, напросившись на охоту и рыбалку, в полном составе экипаж Ту-114, выполнявший рейсы на трассе Москва-Хабаровск. Их забросили Аннушкой в тихое, живописное место, а в условленное время, несколько дней спустя, полетели их забирать. Помогли им загрузить в самолет бочку с уловом. Я еще перед вылетом сказал Кущаеву, бочку с рыбой привязать как следует. Поленились. Маленький самолет лег на курс через перевал Итару. Мы попадали в воздушные ямы, падали до трехсот метров, и бочка весом в четверть тонны висела под потолком вместе с непристегнутыми пассажирами. Это вам не на вокзале летать, смеясь, говорил москвичам после посадки командир Ан-2 Иван Курятов, сравнивая большой Ту-114 с вокзалом, а командир лайнера после того случая перестал летать. Заболел диабетом на почве нервного стресса. Северные летчики Николай Шуткин, Иван Курятов, Саша Горшков, Саша Шрёдер из Николаевского авиаотряда, братья Аркадий и Гоша Уваровы из Алданского отряда, летали большей частью на выработавший свой ресурс самолетов. В условиях, которые трудно представить авиаторам средней полосы России, настоящие асы, отчаянные, отважные и сильные люди, другие убегали оттуда сразу. Отдельно хочу рассказать о том, почему каждый год 20 августа, где бы я ни находился, на Ленских Золотых Приисках, на Приполярном Урале, на дорогах Карелии, меня находит короткая телеграмма. Поздравляю с днём рождения! Мишка Гастелло! Моим друзьям известна дата моего рождения, никак не совпадающая с этим днём, но, передавая телеграмму, все присоединяются к ней. Они знают, что случилось в тот день, в 1970 году. С лётчиком Михаилом Немыткиным, которого вся Якутия звала Мишкой Гастелло, на его Ан-2 мы облетали берег Охотского моря и Джук-Джурский хребет, где должна была начать работу вновь созданная артель «Восток». Со мной летел начальник одного из участков нашей артели Володя Топтунов и человек семь геологов и механиков. Я собирался взять с собой десятилетнего сына, он очень просился, но в последний момент друзья мне отсоветовали. Полёт предстоял серьёзный, с подбором посадочных площадок, из-за чего и летел с нами командир Объединённого Алданского авиаотряда Геннадий Иванович Гнётов. Спокойно облетели территорию, приземляясь в нескольких местах, осмотрели всё, что планировали, и, взлетев с последней площадки, пошли по распадку к Джук-Джуру. Мы неслись на перевал, и даже мне, в лётных делах несведущему, было очевидно, что набрать нужную высоту самолёту не удастся. Мишка это понял раньше других, развернул самолёт в обратную сторону и пошёл на другой перевал в сторону Нилькана. Мы удачно прошли перевал, но не успел я всмотреться в проплывающие внизу склоны, как на щитке приборов замигала лампочка. В баке заканчивалось горючее, оно ушло на возвращение и перемену курса. До ближайшего аэродрома нам, скорее всего, не дотянуть. Мне во всяких передрягах приходилось бывать. Но тут вдруг я с особой ясностью понял, что выхода нет, и от меня ничего не зависит. Минуты стали казаться вечностью. — Может, и не убьёмся, — сказал Мишка, — в болото куда-нибудь сядем. Но судить точно будут. Сидевший на месте второго пилота командир отряда Ан-2 молча вытирал платком мокрый лоб. Только опустит платок, а лоб снова покрывается испариной. Не знаю, как бы я пережил всё это, если бы со мной был сын Вадька. На остатках горючего Мишка заставил самолёт набрать высоту и повёл к открывшемуся в разрывах облаков Нелькану. Самолёт, как бумажный змей, бесшумно спланировал на окраину посёлка. — Считай, мы сегодня родились второй раз, — сказал Мишка Гастелло, — единственный из нас, кому после приземления нельзя было выпить. Это один из немногих случаев, когда я позволил себе вместе со всеми хватить полкружки спирта. Ещё история. Летели мы с Колей Шуткиным с лонтаря в Николаевск. Над татарским проливом застучал двигатель, а в проливе внизу — касатки. — Коля, как с тобой не полетишь? Каждый раз приключения. — Ты же знаешь, на чём летаем, — оправдывается он. — В крайнем случае на шантары сядем. — А там что, аэродром? — Нет, к берегу, на воду. Я показываю вниз на касаток. — А они, людей, кажется, не едят, — уговаривает судьбу Коля. — Может, и не едят. Всё-таки Коля потрясающий пилот. Со стучащим двигателем мы дотянули до базы. Другой раз вертолёт Ми-8 уносит в Охотское море, а он не может выбраться. Сильный боковой ветер. Тогда минут сорок тоже показались вечности. А вообще таких случаев я могу вспомнить без счёта. И не только связанных с авиацией. Помню переправу через Микит на Колыме. Май месяц, лёд ещё не весь сошёл. Мы с Толей, Сайко и Васей Чупраковым на Зиле-157 подъезжаем к реке. В кузове четырёхтонная электростанция. На другом берегу нас должен ждать бульдозер. Помигали фарами, постояли. Из темноты не огонька. Спусти лишь ниже по течению километра натрия, где Мякит шире и мельче начали переправляться. На середине реки машина заглохла. Забрались на крышу кабины. Время от времени она содрогается под ударами льдин. Течение сильное. Стоим и понимаем, что скоро машина перевернётся. Что делать? Кому-то надо идти за помощью. Сбрасываю сапоги в верхнюю одежду, спрыгиваю в воду и где вброд, где вплавь, добираюсь до другого берега. Луна светит. Красота. А я карабкаюсь мокрой по наледи и думаю, ну есть ли ещё на всём белом свете хоть один идиот в таком же положении? Подбегаю к домикам и замираю. Огромная когтелёнок собака молча смотрит на меня, видимо, тоже с испугом. Я поднял какой-то камень и тут распахнулась дверь, меня увидели. Все побежали к реке. Еле успели вытащить машину ещё немного и её перевернуло бы. Или ещё история. Была зима. Мы ехали на двух Уралах. Одна машина заглохла, нам пришлось тащить её на буксире. Машину оставили на зимовье в 58 километрах от основной базы Белькачи. На второй машине поехали с Жорой Джангировым. Я его ещё спросил, уверен ли он, что мы доедем. С ней мы тоже уже несколько раз мучились. И вот, не доезжая 25 километров до Белькачей, машина глохнет. Сделать с ней уже ничего не могли. Пришлось идти пешком. Можно представить, мороз минус 52 часа ночи. Не доходя нескольких километров, измученные останавливаемся. Жорка жалуется, что отмерзает пальцы на ноге. Я его успокаиваю. Ты сейчас об этом не думай. Нам нужно обязательно добраться. Как не думать? Отвечает он зло. Как я на пляже без пальцев буду? Было смешно и страшно. Жора, твердил я, нам самое главное – добраться. И вот она база, а перед ней наледь. Обойти её невозможно, тянется далеко в обе стороны. Придётся идти напрямую по наледи. Через некоторое время нас растирают спиртом, отпаивают. И уже потом, смеясь, рассказываю ребятам о Жоркиных переживаниях. Как он будет выглядеть на пляже? Когда моему сыну исполнилось восемь лет, я стал брать его с собой. Мне хотелось, чтобы он посмотрел, как работают люди. Якутия, Охотское побережье, Приморье, Бадайбо, Урал, где он только не побывал. И почти везде приключения. Однажды на Алдане ночью пробило днище катера, и тот затонул у берега. Мы с Вадимом добирались до Учура на моторной лодке какого-то Якута. Отплыли километров пятьдесятый мотор, заклинило. Лодку по течению несло в сторону Учура. У нас была только банка сгущенки. Через двое суток нас разыскал и подобрал вертолёт. Вадька часто попадал со мной в передряги. Я очень переживал и волновался за него, но продолжал возить повсюду с собой. Очень уж хотелось, чтобы он многое увидел. К октябрю 76-го года «Артель Восток» закончила промывочный сезон. Старатели сидели на чемоданах. Все довольны заработками, мысли устремлены домой к семьям. Суетное, радостное, счастливое время. Можно набираться сил до весны до начала нового сезона. В эти дни я находился на базе в Хабаровске. Собирался лететь в Пятигорск. Хотя я частенько звоню домой, душа всё равно не на месте. Римма часто болеет, колымский климат не даёт забыть о себе. Неожиданный звонок из примор золота. Вадим, это Нестеров. Ты не мог бы срочно подъехать? Он сменил Нахалова на посту директора комбината. Мне позвонили из Москвы, объяснял Нестеров. Не хватает 60 килограммов золота. Просили и очень просили сделать всё, чтобы это количество восполнить. Оказывается, комбинат выполнил и перевыполнил план. Но позвонились глав золота. Главку для выполнения плана по Союзу не хватает этих 60 килограммов. И нет другого реального выхода, кроме как считать это долгом примор золота. Главк ждёт срочного погашения. Нестеров обязан доложить о выполнении к вечеру. Но сезон закончился. На предприятиях в вартелях люди разъезжаются. «Ну что тут можно сделать?» Не понимал я. «Может, поступим так, Вадим? Я доложу вечером о выполнении плана за счёт Востока. Покажу в сводках, добытые вами дополнительно 60 килограммов. А вы, может быть, что-нибудь придумаете?» Как я понимал директора комбината. Но то, что он мне предлагал, было чистой припиской, за которую я мог получить три года тюремного заключения. По меньшей мере. Нестеров не хуже меня осознаёт, в какое положение ставит нас обоих, и особенно наш коллектив. Он мог бы назвать множество понятных производственникам причин, по которым сейчас невозможно выполнить задание главка. Но мы оба знаем, что слушать его никто не будет. Потом, что план? Только план требует от глав золота. Минцветмет, а от Минцветмета советское правительство, которое уже подготовило рапорт ЦК КПСС. Я представил руководителя этих струйтур. Их такой же несчастный вид, как у моего собеседника, и хотя никогда не испытывал к высокому начальству особого почтения, тут вдруг понял. Не могу объяснить, почему. Что у меня язык не повернётся сказать «нет». Для Нестерова, всегда нас поддерживающего, я был последней соломинкой, за которую он мог ухватиться. Мы помолчали, глядя друг другу в глаза. «Хорошо», – сказал я. «Докладывай. Что-нибудь придумаем». Я вернулся на базу и по рации связался с участками. «Слушайте меня внимательно. Во что бы то ни стало, нам нужно добыть ещё 60 килограммов золота». Кстати, синоптики сообщили, идёт тёплый циклон. «Завтра я вылетаю к вам». Вадим Иванович, половина ребят уже на лётном поле с чемоданами. «Скажите, я прошу задержаться. Очень прошу». Вас поняли. Не спрашивая, что происходит, старатели вернулись на участки, принялись заново запускать промывочные приборы, разогревать бульдозеры. Конечно, чертыхались, ничего не понимая, ругали меня, на чём свет стоит. Но не ослушался ни один. Расспрашивали друг друга, что случилось, и передавали из уст в уста единственное, что знали от председателя. Идёт тёплый циклон. Про циклон я, конечно, придумал, но стихия меня не подвела. Через несколько дней действительно потеплело, начал таять выпавший в горах снег. Работа закипела. Участки снимали за день по 7-8 килограммов. Дней через 10 мы сдали 96 килограммов золота. И 26 октября стали собираться по домам, на этот раз бесповоротно. «Вадим!» – кричал в трубку счастливый Нестеров. «Ты меня вытащил!» А я подумал, что, разрешив Хабаровску отрапортовать о дополнительном золоте артели «Восток», которого тогда в помине не было, эти 10 дней сам себя спасал от неизбежного следствия и суда. И вспомнилась. Два приятеля, один идет воровать, другой спрашивает. «Коля, ты скоро придешь?» Тот отвечает. «Часа через два или лет через 10». Как-то я рассказал это Володе Высоцкому, он очень смеялся. На берег Охотского моря со мной пришла группа старателей солдана. Некоторых приняли в артель на месте. В числе новичков, оставшихся на многие годы, были очень интересные люди, о которых хочется рассказать. Пусть хоть коротко. Звонит мне главный инженер объединения «Приморзолото» Дмитрий Таюрский. «Вадим, поговори с моим знакомым и при возможности возьми его на работу». Ко мне заехал молодой человек, он казался застенчивым. Совершенно не скрывал того, что не имеет опыта работы на производстве. Он не намерен был задерживаться в артеле больше, чем на сезон. Ему нужно было купить сестре квартиру. Глядя на него, я подумал, сможет ли этот, худощавый, интеллигентный молодой человек, найти общий язык и сработаться с нашими суровыми колымчанами. В то же время меня тронула его откровенность. «Вы очень рискуете», – сказал я ему. «Можно, конечно, за сезон заработать на квартиру, но не исключено, что не выйдет даже ваших твердых 120-ти. «С вами я согласен рисковать», – ответил он. Так в артеле появился Сергей Зимин, задержавшийся у нас на 20 с лишним лет. Прекрасный специалист, он работал вместе со мной на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале и в Коми. Стал отличным организатором горного производства. Уже работая в Бадайбо, он познакомил меня с Михаилом Алексеевым и Виктором Леглегером, с которыми учился в Москве. Они пришли, как и Зимин, только на сезон, а работали до разгрома печоры. Виктор Леглер. Мне нравился этот спокойный человек, своей начитанностью, удивительным тактом в общении с людьми. Он никому не пытался навязать свое мнение, но оброненные им спокойно, тихо, с мягкой улыбкой два-три слова бывали окончательными, ставящими все на свои места. Виктор – глубоко верующий человек, что в то время доставляло много неприятностей. Сколько раз мне приходилось спорить с приезжавшим московским начальством, которое возмущалось, увидев у Леглера иконы. Приходя в бешенство от нашей бестолковой экономики, от растерянных действий властей, я сгоряча выговаривал Виктору. «Ты говоришь, Бог есть! Почему тогда Кремль не провалится?» Он кротко улыбался. Боюсь, Вадим Иванович, за такие разговоры вам не дадут героя соцтруда. В Лене и Печоре Леглер станет главным геологом артелей, проработает 10 лет до разгрома. После Печоры Виктор Леглер, кандидат геологических наук, будет приглашен вести работы по золоту в Гане, Сьерра-Леоне, Боливии. Везде он будет исповедовать дорогую ему идею об устройстве жизни на началах нравственности, жизни как человека, так и общества. Последние годы Виктор работает в Мали. Многолетняя совместная работа связывает меня с Михаилом Алексеевым. Это отличный специалист и в высшей степени порядочный человек. Он учился вместе с Зиминым и Леглером в Московском университете и также занимался научной работой. Узнав от однокашников об артеле, пришел к нам в Лену участковым геологом. Никогда не унывающий, остроумный. Он становился душой любой компании, будь то инженеры-интеллектуалы за круглым столом или бульдозеристы в бане. В мае 79-го года с первых нашим десантом высадился на приполярный Урал, где должна была разворачиваться Печора. Семь лет спустя на его долю выпадет последним покинуть мостик. В должности председатель ликвидкома уничтоженной Печоры. Марк Масарский, философ по образованию, работал в нашей артели начальником отдела кадров. В период нападок на Печору Масарский, секретарь правления артели, тоже был в числе активнейших защитников кооперативного движения. Леня Мончинский, коренной иркутянин, известный в Восточной Сибири журналист, он пришел в артель, когда мы начинали работать в Бадайбо, на притоках Лены. Леня в те годы, не оставляя работу в артели, вместе с Владимиром Высоцким написал роман о людях и нравах уголовной Колымы 50-60-х годов. В самые трудные для нас дни он опубликовал в журнале «Коммунист» статью в защиту Печоры. Мончинский на той публикации не успокоился. Он написал об артели новый очерк, еще более аргументированный и острый. И когда тому не нашлось места в советских изданиях, он предложил его эмигрантскому журналу «Вече». Знал, что публикация вызовет к нему повышенный интерес органов госбезопасности. Но это уже характер. Ефим Фавилюкис, он приехал к нам из Одессы, где работал экономистом на госпредприятии. Посмотрев на него, я сразу предложил ему должность в руководстве. Два десятка лет совместной работы не дали мне повода усомниться в правильности принятого решения. А Ефима тогда очень удивило, что я не стал смотреть его трудовую книжку. Да я никогда их и не читал. Важнее видеть лицо человека, чем лошадиный паспорт. За короткое время этот прекрасный экономист впишется в коллектив. Он из тех, кто предпочитает не искать выхода из неприятной ситуации, а просто в такие ситуации не попадать. Эти широко образованные, умеющие думать и по-настоящему работать люди удивительно легко и быстро нашли и стали своими в довольно закрытом обществе, в сообществе, где укоренилось недоверие к интеллигентам. Я назвал далеко не всех, просто в дни гибели Печоры постоянно возвращаюсь к тем событиям, как к труднейшему испытанию, через которое предстояло пройти каждому из нас и сделать выбор. У всех на слуху были эти имена. Имена тех, кто до конца и яростно защищал артель, а с нею шанс российской экономики вытащить себя за волосы. Вскоре приобретя некоторый опыт личного общения с многочисленными политическими фигурами России периода перестройки, я не раз пожалею о том, что реформаторам не довелось пройти подобной школы. Многому могли бы они поучиться у блестящих профессионалов, практиков. Однажды, когда я находился в Москве, меня попросили, но так, что я не мог отказать, взять на работу в артель секретарем парторганизации бывшего работника какого-то райкома. Он оказался представительным мужчиной, на внешность которого трудно было не обратить внимания. Когда мы с ним прилетели в Хабаровск, главный инженер Зимин спросил меня, а что он за человек? Ну, Сережа, я точно не знаю. Он хоть умный? Полетишь с ним на участке, знаешь. С ними летели еще несколько наших геологов и механиков. В самолете новичок сидел рядом с геологом Федоровым, с ним и беседовал. Нового секретаря интересовало, что у нас за люди. Федоров объяснял, люди разные. Вот сейчас прилетим в Аян. Там есть горный инженер Радин. Интересный тип. Ему нравится походить на Ленина. Он также носит кепку и картавит. Но немножко ненормальный. Может ни с того, ни с сего укусить. У нас действительно работал прекрасный горняк. На самом деле картавил. Была у него слабость. Выпивал. Из-за этого и погиб через несколько лет, выпав из вертолета. Но это случится потом. А теперь, прилетев с гостем в Аян, знакомя его с Радиным, Федоров представил спутника. Это наш новый порторг. И тихонько добавил, чтобы слышал только горняк. Когда будешь говорить, наклоняйся ближе к уху, он плохо слышит. Можно представить, как тот шарахался при каждом наклоне к нему, картавившего Радина. В другой раз Федоров и новый секретарь летели на участок Володи Топтунова. И тут Федоров говорит, как бы между прочим, замечательный человек. К несчастью у него открытый сифилис. Когда прилетели на участок, и Топтунов пригласил нового секретаря пожить у него в квартире, тот предпочел большую часть ночи прогуливаться по поселку. Вопрос Сережи Зимина, он хоть умный, напомнил мне другой эпизод, случившийся в поселковой гостинице. Это был барак, в котором стояли в два ряда тридцать коек и были две железные печки. Десятка-два наших старателей и летчики двух самолетов Ан-2 только побросали на кровати свои вещи, как ходят две девчонки лет по пятнадцать. Одна из них, обращаясь ко всем, говорит, кто хочет? Общий смех, летчики и горняки знают друг друга, а секретарь парт-организации, он всегда секретарь. Возмутился. Как вам не стыдно? Девчонка посмотрела на него с жалостью. Красивый, а дурак. Печки в бараке топились, было жарко, девочки ходили голыми. Секретарь, наверное, покинул бы барак, но на улице было холодно. А лихая девчонка время от времени вызывающий подходила к его койке, улыбаясь. Красивый, а дурак. Федоров был мастером на розыгрыше. В Якутии, в воянской автоколонии, которая работала с нашими шоферами, был алданский механик по имени Олег. Бывают такие люди, которых окружающие терпеть не могут. Вероятно, к ним относился и Олег, успевший напакостить всем. Шоферы настолько ненавидели его, что однажды, ругаясь с ним, пригрозили. «Если будешь таким, то точно когда-нибудь станешь не Олегом, а Ольгой». Однажды над ним подшутили довольно зло. Нужно сказать, что если так по-сволочному поступили бы с другим человеком, шутника могли буквально разорвать. Тот же Федоров вернулся из Алдана, где жила жена этого механика, и рассказал историю в кругу шоферов, но так, чтобы слышал Олег. В Алдане, говорил Федоров, он познакомился с симпатичной женщиной, назвал имя жены Олега. Был у нее дома. И Федоров начал рассказывать с подробностями о которых постарался разузнать в Алдане, какая в квартире мебель, какие книги, даже какая кошка. Механик, не дослушав рассказ, схватил машину и рванул в Алдан, а расстояние от Белькачей до Усть-Маи, от Усть-Маи до Якутска, от Якутска до Алдана полторы тысячи километров. И такими бывали шутки. Женя Луговой, работавший главным инженером, додумался в присутствии первого секретаря Аяна Майского райкома партии рассказать анекдот о том, как русский и якут на охоту собирались. Тот обиделся, чтобы вы знали, якуты никогда не были дурнее русских и даже англичан. Лугового я за глупость отчитал, а в голове вертелась лагерная. Этап пришел два фраера и якут. И вспомнился еще один представитель власти. С пилотом Сашей Ногтевым мы летали очень часто. Позже он стал командиром Ту-114 на маршруте Москва-Хабаровск. А в тот раз вылетали из района в Якутск, загрузившись мороженой рыбой. Экипаж очень торопился. Смотрят, на рыбе лежит, свернувшись, человек. Второй пилот пинает его ногой, спрашивает, ты как сюда богомать попал? Тот совершенно пьяный бормочет. Кеска, депутат, комперенция. И ни слова больше. Пилот снова спрашивает его, ответ тот же. Кеска, депутат, комперенция. Что с ним делать? Спрашивает у командира. Тащи его, суку, за ноги. По мороженной рыбе кешка легко скатывается и остается на полосе. Когда прилетели в Якутск, к самолету подъезжает легковушка. У командира спрашивают, где депутат с вами должен был прилететь? Наверное, остался там, в поселке, пожимали плечами летчики. В середине 70-х годов вся хабаровская золото добыча держалась на двух артелях в Востоке и созданном нами же Амуре. По ходатайству комбината Примор Золото группу старателей представили к правительственным наградам. Не скажу, что мы были честолюбивы, поощрениями нас особенно не баловали, но распространившаяся по участкам новость радовала даже тех, кого в списке счастливчиков не было. А я в этих списках был, да еще на первом месте. Меня представили к ордену. Когда я уже находился в Москве, мне позвонил мой заместитель Геннадий Комиссаров, первый секретарь Аяна Майского райкома партии, который должен был визировать список представляемых наградам. Мою фамилию вычеркнул. У меня потемнело в глазах. Я нисколько на самом деле не дорожил ожидаемым орденом или медалью. Но никогда мне не было так больно и обидно. Ведь это я же создал артель Алдан, теперь переименованную в Амур, и артель Восток тоже создал я, а не кто-то другой. И опять же я, простите, но именно я первый организовал добычу золота в этих районах. За что ко мне так? Разве моя обида непонятна? Я позвонил глав золота Владимиру Григорьевичу Лешкову и попросил направить меня куда угодно в другой регион. Он поговорил с Иркутском, когда-то он начинал в тресте Лензолото техническим руководителем и предложил мне организовать артель на Ленских Золотых Приисках. Там отличные места, убеждал он. Вскоре я прилетел в Хабаровск и зашел в Примор Золото к Борису Николаевичу Нестерову. Да ты что? Директор комбината был ошеломлен. Что произошло? Я не стал вдаваться в подробности. Борис Николаевич, мы прекрасно работали вместе столько лет. Если не хочешь со мной поругаться навсегда, отпусти. Но за тобой потянутся люди. Обещаю, артель Восток будет работать как прежде. Председателем предлагаю Геннадием Малышевского. Уверяю, он справится. До разговора с Нестеровым я успел слетать в Иркутскую область на берега Витима его притока Бадайбо посмотреть Ленские Золотые Прииски, где до революции было одно из крупнейших золото-добывающих предприятий Восточной Сибири. Ленским расстрелом 1912 года исчерпывались тогда мои представления о территории, где мне предстояло опять все начинать с нуля. Глава 2 рая.